Люди сталкиваются с войнами на протяжении почти всей своей социальной истории. Как правило, они не стремились что-то противопоставить войне, но скорее пытались объяснить, почему им важно вести войну, почему это необходимо и достойно. В этом смысле подходы к войне, которые мы сейчас называем пацифистскими, оставались всегда скорее исключением и чем-то необычным в интеллектуальной истории человечества. Слово «пацифизм» появилось довольно поздно, его начали использовать в начале XX века. Оно происходит от двух латинских слов «пакс» и «факию», то есть «делать». Несмотря на то, что слово появилось только в начале XX столетия, пацифистские идеи имеют более долгую историю. В V веке до н.э. в Древнем Китае существовало учение, которое в какой-то момент даже конкурировало с конфуцианским учением, но потом пришло в забвение и о нем забыли. Тем не менее, оно любопытно для нас сейчас, как пример одной из первых пацифистских теорий. Это учение было связано с именем древнекитайского мудреца, военного инженера, которого звали Мадзи. Мадзи — личность полулегендарная и известен по своей книге Мадзи. В этой книге Мадзи предлагает собственную философию, которая заключается в утверждении существования некого божественного универсального закона любви. Мадзи говорит, что мы должны исполнять то, что хочет небо. А небо хочет от нас, чтобы мы любили друг друга и не делали зла друг другу. С другой стороны, легко заметить, что люди часто нарушают это простое требование и чаще совершают злодеяние, нарушают справедливость, которая положена самим божественным небом. В этом Мадзи видит серьезное противоречие. Исходя из этой своей убежденности в необходимости следования закону любви критикует войну. Мадзи предлагает довольно любопытную картину того, как укоренившийся между людьми закон взаимного насилия и неприязни поражает все ступени социальной иерархии социальных отношений. Он говорит, что если сын думает только о себе и непочтительно относится к отцу, то он нарушает естественный порядок. Он творит благо только для себя. Но ровно это же происходит и с государем, который думает только о себе, но не о своих министрах и не о своих подданных. В результате страдает все государство. Может быть даже так, что государь любит свое государство и с уважением относится к своим подданным, к своему населению, но забывает об окружающих его государствах. Это тоже не нравится Мадзи, поскольку это провоцирует насилие и войны. Мадзи говорит, что если мы начнем относиться друг к другу с почтением и уважением, то мы заметим, что исчезнут все убийцы и воры. Если государства начнут относиться друг к другу, ориентируясь на небесный закон любви, то исчезнут все войны. Далее Мадзи продолжает свою атаку на войну. Он говорит, что война зачастую дает нам то, чего мы и так имели в избытке, и убирает то, чего мы хотели бы получить. Война часто приносит разрушения, необработанные земли, множество смертей, но не дает нам на самом деле богатства, процветания и какой-то благой жизни. Еще аргумент, который приводит Мадзи против войны, заключается в следующем. Мы часто замечаем, что война, даже победоносная, приводит к тому, что государство слабеет, истощается в этой войне, а наше обогащение заставляет соседние государства строить какие-то союзы против нас и попытаться напасть на нас. Война в этом смысле может принести какие-то временные блага, но потом мы, скорее всего, их лишимся. Еще один аргумент Мадзи против войны состоит в следующей идее. Он говорит, что убийство одного человека мы обычно проклинаем и называем преступлением, осуждаем его. Преступника хватают и, может быть, даже казнят. Но когда мы сталкиваемся с массовыми убийствами, когда речь идет о сотнях или тысячах убитых, то мы называем это дело войной. Мы прославляем военные доблести, мужество, мы называем храброго воина, который убил больше всех других врагов, воителем, смелым воителем и забываем о том, что он преступник, потому что он убийца. Удивительным образом Мадзи предлагает почти все наиболее значимые аргументы, которые в дальнейшем будут использоваться в критике войны. Здесь и апелляция к некому божественному закону, который война нарушает, здесь и какие-то такие прагматические рассуждения о войне, согласно которым мы скорее больше потеряем, ведя войны, нежели приобретем. И моральная критика войны, такая моральная и правовая одновременная замечание относительно того, что мы скорее в войне всегда нарушаем некие такие базовые законы справедливости, состоящие в том, что убийство запрещено всегда и везде. В дальнейшем, как я уже сказал, в Китае идеи Мадзи не получили какого-то серьезного распространения. Мадзи интересен как исторический пример возникновения мощной пацифистской доктрины. Опять же, Мадзи интересен и потому, что в нем не стоит видеть такого абсолютного пацифиста, хотя в XX веке видный философ, гуманист, пацифист Альберт Шверцер будет называть именно Мадзи первым пацифистом. Дело в том, что все, что мы до этого сказали о войне в связи с Мадзи, относилось к войнам, которые мы могли бы назвать агрессивными войнами, наступательными войнами. Мадзи также говорит о том, что есть и другие случаи, когда необходимо браться за оружие, это военно-оборонительные или карательные. И вот эти случаи не кажутся Мадзи какими-то такими запретными и запрещенными. Если на нас напали, то мы вынуждены обратиться к военному насилию. Если мы видим, что какой-то государь, опять же, нарушает законы неба, то мы должны как-то ответить на него. Мадзи — отличный пример ограниченного пацифиста, позиция, к которой скорее может склоняться большинство пацифистов. Если говорить о западной традиции, то пацифизм появляется в Европе примерно с появлением христианства. В античности можно сказать, что не было никакого пацифизма. В христианстве, естественно, заповеди Христа, заповеди блаженства, Нагорная проповедь — все это послужило источником для представления о том, что христианин должен отказываться от насилия, не противиться насилию, подставить другую щеку, блаженные миротворцы и так далее. Примечательно, что большая часть христианских общин в самые первые столетия существования христианства действительно стояла на довольно радикальных пацифистских позициях. Они отказывались служить в римской армии, не брались за оружие, иногда принимая мученическую смерть, но сохраняя непосредственное прочтение заповеди Христа. В дальнейшем эта ситуация несколько изменилась. С принятием христианства в качестве государственной религии начинает развиваться христианская доктрина справедливой войны. Объясняется, почему христианин может участвовать в войнах и не нарушать при этом никаких заповедей божественных. Но так или иначе к этой изначальной проповеди Христа возвращались. Особенно это было заметно в эпоху Возрождения. Яркий пример — это Иразм Роттердамский, князь гуманистов, который объяснял, что война неприемлема в силу того, что она противоречит учению Христа. Помимо этого у Иразма также есть еще несколько соображений относительно войны. Он говорит, что война, как правило, дает нам больше несчастий, нежели выгод. Помимо прочего, война выгодна лишь самой низшей части общества. Он говорит, что войну ведут сводники, убийцы, мародеры. На самом деле никакой приличный человек не заинтересован в войне. Мы можем вспомнить довольно близкий нам пример пацифистской позиции — это учение графа Толстого. Лев Николаевич, кстати, в круг его чтения пропадает в том числе и Мадзи. Он, безусловно, с большим интересом относится к учению о всеобщей любви. Оно, естественно, для Толстого созвучно тому, что он находит как раз в христианстве. И то, во всяком случае, что самому Толстому в христианстве интересно. То есть вот здесь для него Мадзи и Христос говорят примерно одинаковые вещи, что люди должны любить друг друга. Но пацифизм Толстого помимо такой вот основы в виде учения любви, знает еще и какой-то такой анархистский компонент. Толстой атакует государство, считает, что государство занимается только тем, что человека как раз отрывает от своих каких-то естественных потребностей, задач и заставляет его, собственно, заниматься войной, обслуживая интересы государственные, но не личные, человеческие. И набирает человека налогами, в случае неповиновения сажает его в тюрьму. В общем-то вся эта репрессивная машина абсолютно не нужна. Но при этом вся она во многом заточена именно как раз на ведение войн, то есть на нарушение такого базового принципа всеобщей любви. Любопытно, кстати, отметить, что может быть полезно для прояснения самого термина пацифизм, что сам Лев Николаевич не называл себя пацифистом, хотя, повторюсь, слово пацифизм как раз примерно в это время начинает употребляться, в начале XX века Толстой, как мы знаем, считал себя представителем идеологии ненасилия. Он собирался участвовать в конгрессах по защите мира, которые планировалось проводить в Стокгольме, где как раз пацифистские доктрины обсуждались, но при этом заявлял о себе именно как сторонники ненасилия вообще. Там мы можем отчасти связать это с тем, что под пацифизмом можно понимать критику войны, но не критику насилия вообще. Для Толстого важно было подчеркнуть, что он противник всякого насилия, в том числе и частного. Пацифист может сказать, что он не принимает войну как массовое насилие. Если говорить о более современных философских интерпретациях пацифизма, то здесь можно выделить две теории. Одна из них называется консеквенциалистская, консеквенциализм — это этическое учение, которое предлагает оценивать последствия наших действий и, исходя из этой оценки, давать заключение о том, насколько наши действия моральны или не моральны. Для консеквенциалистского пацифизма война неприемлема, поскольку она всегда вредоносна, она всегда приводит к каким-то ужасам и негативным последствиям, которые на такой своеобразной чаше весов не перевешивают все возможные выгоды от войны. Другой пацифизм называется диантологическим. Деантология — это этическое учение, которое говорит о нашей некой обязанности соблюдать требования различных моральных законов. У нас есть некий моральный долг перед базовыми моральными принципами, которыми мы должны всегда руководствоваться своей деятельностью. Здесь понятно, что в качестве такого морального правила может выступать как раз в заповеди «Не убей», но или что-то другое. Например, современный пацифист Роберт Холмс предлагает концепцию диантологического пацифизма, но вписывает ее в учение о либеральной демократии. Считает, что война — это нарушение требований либеральной демократии, поскольку она предполагает насилие над индивидуальной свободой. Никто не вправе требовать от меня брать в руки оружие и убивать другого человека. С другой стороны, я себя не могу оправдать тем, что я действую по приказу, когда убиваю другого человека. Это явное нарушение основополагающих законов, на которых строится идея демократии и либерализма. В какой-то степени мы можем здесь же вспомнить идею так называемого демократического мира, предположения или теории, согласно которой демократии как раз не ведут войны между собой, поскольку это противоречит исходным ценностным установкам демократических режимов. Мы начали с того, что сказали о войне как некой постоянной спутнице человеческих отношений. Несмотря на то, что появлялись и продолжают появляться различные подходы к критике войны, мы все-таки должны зафиксировать один важный момент, который мы проиллюстрировали как раз на примере Мадзи. Как правило, пацифисты, если критикуют войну, то все же предполагают наличие каких-то исключительных ситуаций, в которых мы вынуждены обращаться к насилию, к военному насилию для того, чтобы сохранить свое государство или, может быть, для того, чтобы сохранить человечество как таковое. Возможно, в процессе какой-то политической эволюции мы придем к такой ситуации, что войны станут невозможными. Но пока даже и среди пацифистов, как мы видим, скорее популярна доктрина ограниченного пацифизма, нежели абсолютного пацифизма.